так затрону чтобы соларин думающая не искать ну да 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 ну он спирс крокс принес описание что группы с большой разницы в рейтинге выбрана роль например игрок бронзы и поделись верхом из платины будут помещаться системы как группа большого разброса лайт группы и противники таким группам будут драться только такие же группы то есть чуваки играющие в пати с друзьями с большим разбросом будут играть в таких же пати с большим разбросом только непонятно сколько большой разброс должен быть что группа стала white единственный нюанс поиск матча дать его возможно будет дольше матча не слишком сбалансированы но так вы сможете выбрать чего вам хочется участвовать нормальных матчах или раз друзьями да это нормально такое отделение до близ и говорят а вы хотите играть с друзьями или нормально играть в ручь автоматом играю с другом ты уже типа ну ты не играешь нормально в ручь ты играешь хер пойми что окей так ну кей патч баланса дальше посмотрим патч баланса тоже давайте гоним патч баланса так clash upcoming core game mode я согласен он коровый реально 5 теперь я знаю до объекте в плане все верно я знаком работает примерно только вопрос five объектив мира мапа да он ли от только одна точка проще что такое фасипе для тех кто не знает у нас пять точек карта зеркальная два респа с двух сторон центре . ничейная по дефолту и по две точки у каждой команды ну так как бы есть только один объектив активен в одно время совершенно верно сначала обычно происходит за центр кто выиграл центр там открывается новая точка в атаку а у дефа то есть будет центр бы на отбивку матч начинается с центрального объектива логично игроки захватывают объектив стоя на нем и заполняя захватчик point ну тоже логично если оппоненты с 3 . они его контест тоже логично то есть в принципе ничего принципиально прям нового это режим по сути скопированный стф2 да это правда и в принципе меня устраивает потому что в тф2 это был основной режим если что для компенсив игры игры в команде five cp это основа это самый основной режим который все играли я не знаю почему призам бандус 8 лет чтобы его скопировать почему просто это основной режим самый главный режим самый крутой режим когда команда захвата объектив они получают очко само собой и у них появляется новая цель а становится активно очко команды на чью сторону они собственно идут ну тройчик point а потом первый объективы могут быть захватиться много раз совершенно верно то есть команды могут захватить центр потом отдать центр потом опять захватить центр то есть точки могут перезахватываться кучу раз и следующий point от этого меняется то есть это реально 5 cp win condition чтобы выиграть матч команда должна захватить пять точек и набрать пять птс соответственно но в тфе как бы в тфе было захват пяти точек одно очков в набор команды потом захват еще пяти точек два очка то есть 20 и так далее и независимо от очков команда а ну да и то есть то есть здесь немножко будет по-другому здесь я правильно понял то каждый захват будет давать очко но при этом если захватишь полностью все точки то тоже я закончу как в пуши по идее так сейчас играем пойдем это самый интересный режим который надо потестить будет первым так ну и да у нас новая карта хана ока это хана ока это изменена ханамура по поводу мификов мы изменя видели по поводу призм тоже видели дженера updates викли челленджи добавляют только с пола толпас больше не дают золото мы это тоже уже посмотрели монетки overwatch и могут быть заработаны теперь в баттл пассе бесплатным причем ну и количество челленджи уменьшено а я понял spider world я понял там было на тогда точно ты прав когда я заходил в описание сезона там было написано что есть вайт группа ты прав ты прав там там площадку это написано только я ну не обратил внимание изначально не придал этом потому что не знал что патч вышел с этим эндорс и поменялись ребят о они ввели систему контроля неадекватов как в доте ребята наконец-то эндорсменты будут влиять люди которые получат эндорсмент 0 уровень не смогут использовать текстовый голосовой чат пока не вернут обратно себе порядочность на 1 ой 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 ну хотя бы не забанили обилки да типа прикиньте генжи без дэша то есть теперь себя нужно вести адекватно и за репорты вы будете терять только за репорты лидовать посмотрим да да за репорты ребят готовьтесь токсики будут получать по заслугам у кого будет 0 не сможет писать чат все сюда их так hide my name setting показа случайно battle pass для батута так для всех игроков матча окей то есть теперь прикольно кстати апдейт близы позволили стримером защитить себя я могу сделать себе теперь снова скрыть мое имя и раньше имя скрывалась только для тебя и для стрима а теперь имя будет скрываться для всех они пишут здесь будет отображаться рандомный анонизированный battle так то есть я буду прикольные штаны 24 15 интересно это очень жестко то что можно спрятать свой никнейм от игроков матч это же вообще очень жестко подожди так это а чё не сделали так так же нельзя делать на самом деле так нельзя так ну если я правильно я правильно понимаю что они сделали так что у нас в матче будет 15 хитрых страусов и мы не узнаем кто это такие вообще блин но это такое с точки зрения стримера это конечно хорошо то что я смогу спрятаться за никнеймом короткие штаны 15 15 но я теперь не буду знать что я играю против какого-то чела который может свой никнейм замазать типа и читеры могут замазать свой никнейм блин а этот никнейм будет если этот никнейм будет меняться каждый матч то мы можем попадаться на читера и типа в прошлом матче он был там скрытые штаны 15 15 а в новом матче вам будет уже там не знаю колдун опрыг и я не смогу узнать что-то читак из прошлой катки мне не нравится эта система это какой-то прибор я хоть и стример хоть меня может быть и можно по протекте так сказать но по-моему не такой ценой дать всем возможность рандомизировать себе никнейм это такое это какой-то бред это рандомный никнейм для кого угодно это ж любой чем может поставить себе понятия стримеров еще нету ты можешь зайти и поставить себе рандомный никнейм нет я понимаю я понимаю что можно настроить что ты хочешь скрывать ну так вот просто представь чела который грязножопый у него aimbot и он себе просто будет каждую каждую катку рандомить никнейм его будут репортить намного меньше это минус конечно все равно будет репортить да но часто бывает так что попадаешься и чуваки уже говорят типа вот этот чел он читер вы посмотрите к нему короче не знаю сомнительная опция я бы не стал такую вводить но близко рискует тут нормально походу может быть думаю что не так важная хз так новые наказания за ливы добавили если для катки за стиле внешь получишь 5 минут со спент если ливнешь 10 каток или больше из 20 по 48 со спент а все остальное поменялось ну вроде более-менее наверно да как будто более как будто ливнуть 10 каток за свет очень много но это на рамки типа я не знаю но у меня не было такого чтобы я ливалась какое 10 раз из 20 мне кажется поэтому это как будто не затронет не знаю алькмедус будет ли в конце отражаться корректный никнейм такая система почти везде есть разве beyond прям меняет никнейм полностью не уверен на самом деле ну окей ладно посмотрим так в компенсив покидание 10 каток приведет к бану на сезон вот это жестко реально 10 ливов дает тебе бан на сезон вне зависимости ни от чего ну конечно я не разу не вылетал 10 раза сезон но у меня было такое что я вылетал раза четыре или пять точно из интернета в разные дни типа имеется ввиду players can still get banned from kvp play as far as five games if they live when i miss insulin and didn't live enough means to get back ну понятно то здесь короче могут забанить и заменьше типа да не только прям 10 если часто будешь ливать ну окей ладно я не думаю что до много кого коснется на самом деле любом случае как-то это у компетенция фолькью включает роль иран куки это ерунда полная это ерунда мне кажется добавили немножко написание изменили да да эти прогресс тоже изменили как-то да и много картика на убийстве кто тупин замочи истории добавили немножко вариативности в поиске какой-то истории типа дата разделили по это то что вот я случайно тыкнул там помните в меню сидели случайно тыкнул там появилась история типа матчи то есть теперь разделение появилась какой-то ну это хорошо то чтобы лизы дают больше информации что мы катали как мы катали и так далее это давно нужно было сделать на самом-то деле давно вот это вот стена текста конечно пипец группинг restrictions ну да понятно то есть они пересделали классификацию группового поиска и ну если коротко то реально получается так что теперь просто вайдовые группы будут баланситься херово то есть вот если вы попали в вайд-группу вас балансить будет через жопу и близзы признают хочешь играть нормально играй в на группах с небольшим разбросом да то есть видите здесь уточняется что игроки от бронзы до даймонд должны быть не дальше чем пять дивизионов между собой чтобы и баланс его адекватно иначе играйте с друзьями вот то есть здесь получается по сути близзы заставляют людей играть даймондов с даймондами там платину с платиной не больше то есть чувак играющий из даймонда с золотом будет огребать будет серьезно огребать ну да бейонт я тоже думаю что бесконтрольно давать всем ее невозможно так пуэрис от мастер мастбюзин 3 дивизиона окей то есть мастер один плюс мастер 5 равно баланс через жопу мастер один плюс мастер три равно баланс отличный это жестко это очень жестко это прикольно блин это прикольно то есть а вайт группы играть против вайд групп всегда или нет грэма и чемпионы не могут быть в норву группах о ого то есть грэма и чемпионы в любом случае будут вайт группами как бы там ни было баланс будет через жопу да интересно это типа подъехала защита игроков высокого ранга то есть играя против играя в чемпионе или в грэме если два грэма против меня стакаются они будут считаться вайд группой только на кого они балансятся будут я не понимаю не существует другой группы вайт которая сможет забалансить вайд группу из двух грэмов потому что альтернативной вайд группы это будет группа даймонд плюс бронзы очень странная тема то есть это реально типа они сделают туриканок а у них будет два грэма которые будут играть с тремя бронзами против двух групп мастер плюс алмаз и мастер плюс 2 чего из золота что-то такое я просто не представляю как там среди нужно выровнять чтобы двух грэмов как-то забалансить это очень странная тема короче как будто проще было просто забанить группироваться чувакам из грэма и чемпиона чтобы вообще не было групп у них никаких я правильно понял это изменение так на группы всегда будут матчи сопротив других групп или слов в аэроф окей на это понятно то есть нормальный ранкет будет для людей которые играют в на группах либо в соло это будет самый сок если у тебя в группе будет роли выбраны таким образом что будет возможно и вайд группа и на руку по то при активируется будет новый каннал plop под понятно теперь это понятно стало да любая группа который не попадает по критерий считается вает группы nodata и то есть то есть два грэма будет вас группы в четвером вайт вообще или искать не могут чтобы да понятно почему вайды не могут искать чтоال потому что slap легкий считаются на руку совать и всегда окей понятно понятно себе выслал парень, попадали в это. То есть никогда ты не будешь попадать в матч с четырьмя чуваками в своей команде. У вайдрупа будет дольше искать, у них будет матч качество говна. Близу и литерально говорят не играйте вайдрупами, чуваки, у вас будет все плохо, просто все будет ужасно, это будет пул, то есть они реально сделали скрытый пул, короче, для смурфов. Это будет скрытый пул со стаками смурфов с галимым временем поиска, с отвратительным балансом, где вас с друзьями просто будут трахать в задницу, простите. Если хотите нормально поиграть в Overwatch, то найдите себе друзей по рангу. Они реально это говорят? У кого были друзья из бронзы, ребят, попрощайтесь со своими друзьями и найдите друзей своего ранга себе, понятно? Или играйте квикосы, все. А иначе вас будут трехать два чувака из мастера. Мастер-1 и мастер-5. Просто казуально вместе попали в вайдрупу и попадают склон в оппоненты. Жесть. Просто жесть. Я не знаю, как это будет работать, звучит как будто бы попал в вайдрупу, попал в скрытый пул. Сразу. Просто оттуда будет не выйти, не выиграть вообще, катки будут болью через задницу. Я не знаю, что это, зачем это нужно. Я могу понять мотивы, зачем они пытаются поделить вообще, ну, на вайт и неру, но пока звучит так, как будто друзья будут... Как будто до этого мы играли с друзьями и кайфовали, да? Ну, признайтесь, у кого стаки с друзьями были позитивные? Да почти ни у кого, мне кажется. Любой стак друзей, который идет играть, это шанс пересраться процентов 30 сразу с нулевой. Вот. Процент насосать процентов 70, мне кажется, с нулевой. В любом стаке вообще, вот кем бы то ни был. Ну, то есть, я не знаю, это и так было не позитивно. Они еще такие накидывают. И искать будешь дольше. И оппоненты будут, хрен пойми кем, вообще, из вайт-группы. Я не знаю, кто там будет играть с тобой, но кто-то какие-то прям такие отменные, отпитые мошенники прям. Ладно, неважно. Так. Количество ранга прогрессии будет изменено в зависимости от некого веса группы. Вот. Чем шире группа, тем меньше ранги будут меняться у этой группы. Пахнет каким-то абузом тоже. Я не знаю, как это будет работать, но пахнет каким-то абузом, что вверх, что вниз. То есть, вайт-группы будут еще и получать меньше, и отнимать у них будет меньше наверняка, а может и не меньше. Короче, не знаю, что это такое. Понятно. И чем выше чел в пати в вайт-группе, тем меньше вообще ранги в этой группе будут тоже меняться. Блин, они делают, то есть, они вайт-группам еще и начислять будут по два ПТСа. Типа, выиграл в вайт-группе, получи плюс два. Я правильно понимаю? Ну, я не знаю просто, что значит ПТСа начитаться будет меньше из-за победы, из-за поражения. Типа, они хотят, чтобы вайт-группы не меняли свой ранг, играли в рейтинг и меньше менялись, меньше двигались, чтобы что? Не понимаю, не понимаю мотивацию, честно. Просто не понимаю мотивацию вот этих вот двух строчек. Типа, зачем давать им меньше какие-то изменения? Зачем давать меньше изменений, если какой-то есть чувак с высоким рангом в твоей группе, там, ну, короче, чем выше ранг, тем меньше изменений. Яхаза. Игрокам не будет сообщаться, если конфигурация их ролей привела к тому, что образовалась вайт-группа. А вы сами виноваты, выбрали говно, я даже предупреждать не буду, просто вскрытый пул. Этих вскрытый пул, и этих тоже. Играть в пати становится опасно, ребят, максимально опасно. Овервочь в пати лучше не соваться. Но меня это, в принципе, радует. Ну, не то, что радует, мне пофигу, конечно, что, по большому счету, я в пати не играю, но для людей, которые играли вместе, с друзьяшками, как будто, ну, такое. Как будто такое. А, будет наоборот informed, окей, да, да. Будет наоборот выдумляться. То есть, вы выбрали вайт-группу, вас предупредят, что вы идете в вскрытый пул. Окей, ну, хотя бы так. Хотя бы будем знать о том, что мы в вскрытый пул идем. Так, теперь легенда был updated, и теперь добавлен баннер. Ну, короче, они добавили просто, это, так понимаю, то, что высветилось, да, или что это, не знаю, какой-то баннер, который будет объяснять правила, описанные выше. Посмотрим, что там за баннер. Это, типа, легенда, имея в виду, вот это вот, ну, там, в менюшке, там тоже расписано, чувак меняется, что мы вначале видели. Те иконки, на которые я не обратил внимания, которые вылезли в самом начале, которые я нажал, типа, окей, принять, не поняв, что там как, там было расписано вот это вот вайт, и... на ролл-группа. Так. Ну, да, они добавили реально какой-то вот modifier white, modifier violet. Ага, смотрите, они поменяли немножко modifier, который влияет на ранг, то есть теперь реально вайт-группы будут иметь какой-то modifier white, который уменьшает изменение ранга, когда бы команда не выигрывала, не проигрывала. И чем шире будет ваша группа в этом вайт-рейтинге, тем меньше ранг меняется. Ну, слушай, я, честно говоря, не знаю, это мотивация играть стаком этим вайда, или наоборот. Хм. Не понимаю. То есть, играя, допустим, white stack'ом с чуваком из чемпиона или из гэма, вы будете получать очень мало. Но вы терять будете очень мало. Тогда зачем вы будете вообще играть с этим стаком? Если вы не можете ни выиграть, ни проиграть. Чтобы просто провести время с друзьями. То есть, вблизи реально хотят, чтобы мы наслаждались игрой с друзьями без изменения рейтинга, да? Ну, да-да-да. То есть, как будто бы это реально, они реально делят ранг на игру с друзьями и на трейхард. Типа, хочешь играть с друзьями, я буду балансить тебе, конечно, плохо, у вас ранги ужасные, и ждать вы будете долго. Но, в принципе, если вы отсосёте, вы потеряете не так много. Ну, и подняться вы таким образом не сможете. Ну, как будто, в принципе... Ну, ладно, пускай будет, типа, да. Может, каким-то смурфам это палки в колеса и вставит. Может, кому-то из обычных людей это поможет поиграть с друзьями и не потерять много ПТСов тоже. Может быть. Может быть. Так, а что такое волатилия? Волатильный ранг. Rename to demotion. Угу. Изменили направление и переименовали один из модифайров. Окей. Окей. Так. А demotion protection — это модифайр, который... Да, это который проявлялся, когда ты на грани потери ранга. Есть такая темка. Так. Окей. То есть они как бы его, типа, обосновали. Он же так... А, он... Он же и так был, типа. Вот этот модифайр же и так был. Не знаю, зачем они написали. Снова про него. Ладно. Неважно. Он ничего не поменял. Вроде бы. Victor and defeat has been added to be on. Окей. Добавили победу-поражение надпись. Хорошо. Пойдет. Пойдет. Ну, то есть ничего особенного. Так. Ну, все, получается. Паранги тут, то есть, понятно. Они реально переработали, реворкнули игру в пати. Теперь пати — это либо игра с друзьями, либо все-таки какой-то трехард небольшим рейнджом рейтингов. Да. Я согласен, то что, в принципе, как будто бы это буст для соу-чуваков. Да. Ну, может быть, Фатик, я не знаю. Скорее всего, просто у Близзов возникла проблема балансировки стаков, потому что стак из двух людей, которые один чемпион, а второй даймонд, реально трудно забалансить. Их трудновато просто засунуть в средний ранг и чтобы они там катали. А теперь Близзы как бы снимают с себя ответственность. Они говорят, вы сами напросились, вы сами согласились, вы выбрали вайт стак, все, катайте в этом вашем вайт стаке и делайте, что хотите. С нас взятки гладкие. Мы не виноваты. Мы предупреждали, что баланс будет говна. И ты не сможешь ничего сказать, типа баланс говна. Ты не скажешь, что баланс говна. Ты же знал, что будет баланс говна. Вот и все. То есть ситуация такая, положняк такой. Так, патч баланса, друзья. Давайте посмотрим, что изменилось. Был добавлен новый персонаж Вентура, само собой, и сразу доступно в рангеде, потому что открывать персонажа больше не нужно в батл пассе. Он доступен всем. Думфист. Так, Квальти оф лайф, счет у нас Думфиста. Так, так. М-м-м-м-м. Пауэрит панч, то заряженный панч теперь не поглощается, если отменен с помощью Сейсмикс Ламы или Пауэр Блока. Он до этого отменялся. Ну, я не знаю, какая-то тонкость Думфиста небольшая. Я Думфиста в последнее время много не катал вообще с этим панчем. Насколько это будет... Ну, конечно, хорошо, то, что он не отменится лишний раз там где-то для самих Думфистов. Окей, какой-то, какой-то баф ему дали. То есть, типа, где-то ты сможешь обилку вжать, да? Да фиг знает. По-моему, это какое-то небольшое изменение, которое не сильно что-то повлияет, честно. Я не знаю. Как будто бы микросекунды какие-то или что-то типа того спасает. Джанкер Квин, куда более простой баф с 90 до 105 просто импакт дэмэдж. Немножко бафнули ульту на пятнашку. Считаю, что Квина была слабенькая. Ну, окей, пойдет. Не то, чтобы Квина была имбой, поэтому пойдет. Так, Ренхард. Ренхарду нужен был баф. Ему дали еще четверть секунды в стан. То есть, теперь шатр уже вообще вечный. Но Сузу плевать на это абсолютно. Шокуэф Реншин Крист на 5 метров. Окей. Ренхарда просто бафнули. Ну, как будто бы это не то изменение, которое прям нужно Ренхарду. Мое МХО, что Ренхард страдает не из-за плохого ультимейта. Как раз таки ультимейт это хороший пауэрспайк. Ренхарда, он когда шатром кого-то кладет, он почти всегда убивает. Если Крика нету, то он просто впинивает любую цель, наносит кучу демеджа, защиты от шатра нету и так, и так. Как будто шатр бафать не надо было, я не знаю. Как будто не туда. Барьер сигмы. Мовминг, спид, инкрист. Барьер, то есть, теперь быстрее летит. Я не знаю, как это комментировать. То есть, баф конечно. Щит будет лететь быстрее. Зачем? Я просто не знаю, зачем. Разработчики пишут, что чтобы защитить Каких-то тиммейтов, которые играют далеко Ну как будто бы Сколько процентов ситуаций будет таких Чтобы это сработало, чтобы это было нужно Небольшой баф Сигмы И вообще глобально Сигму нужно бафать разве? Мне кажется, Сигму не нужно сильно бафать Хомяк, так, а что с хомяком? А, хомяка же обещали Слайдли реворкнуть, точно Близзы же что-то обещали, да-да-да Что будет небольшой реворк, а что изменили ему? Так Хотим, чтобы хомяк поддерживал Команду, а не только отвлекал оппонента Да, так, делаем персонажа Более подходящим, так Добавляем, так, ага Окей, quality of life Они, я смотрю, полюбили слово Quality of life, оно уже третий раз встречается Или какой в описании, а белок Окей, так, что у нас тут Граппл, щит И майнфилд изменен, майнфилд просто больше А нет, хп-шка мин увеличена На 10, но это такое Шилда can now be reactivated Чтобы, а-о-о, теперь шилд, который всосал в себя кучу шилдов Может распределить эти щиты Up to 300 over health to союзникс Ого! Ого! По 75 кг, ни хрена себе, это очень сильно звучит И радиус еще тоже увеличивает Короче, вы поняли, что хомяк делает? Хомяк теперь впитывает щиты За каждого противника На 3 метра еще дальше, к тому же А потом может 300 хп Раздать, типа, союзникам Нажимаешь еще раз, и щиты спадают с тебя И раздаются каждому тиммейту по 75 хп Интересно Прикольно Да, они реально ищут варианты Чтобы хомяк был не таким эгоистом Хомяк начал что-то давать союзникам Прикольно Это коммунизм Это реально коммунизм Он генерит 500 щитов И раздает их своей команде Это наши щиты Это наши щиты, реально Он хилл Хомяк хиллера Хомяк как вина В общем, он будет бафать союзников криком Только у него будет не крик, а писк И союзники получают 75 Интересно, зачем в игре Вторая квина, конечно, я не знаю Но обилка становится намного сильнее То, что у обилки появляется Альтернативное применение Которое помогает союзникам Это очень интересно Так, по поводу граблинга Держим джамп Какую-то механику добавили Что хомяк будет себя когда к земле присобачивает толкать вперед к месту прикапывания. Не знаю, как это будет работать. Полагаю, что это какая-то будет болтечка, которая будет его просто вильнюскаять по земле, да? Нужно будет просто посмотреть, пойти на полигон, как это работает. Одна секунда КД, если рэккенбол не достигает скорости, да, перед отменой. Угу. То есть, если хомяк запорол свой граббл, то КД будет очень маленьким у него, да, получается? То есть, как будто бы тоже дают такую поблажку небольшую. Но при этом хак, стан и все что угодно не считается и будет давать полный КД. Угу. И здесь еще написано, что таймер максимальной продолжительности крюка не срабатывает, пока хомяк не достигнет максимальной скорости. То есть интересно, можно ли это будет обузить? Типа, едешь медленно-медленно-медленно, потом разогнался, только потом начинается таймер на отрыв. Ну, короче, хомяка интересно реворкнули и, похоже, интересно бафнули. Потому что много прикольных моментов. Самое интересное, конечно, не крюк и не мины, а вот как он будет шлуду отдавать тиммейтам. Насколько это будет импактно? Насколько это будет юзабельно вообще? Посмотреть бы на это. Хм. Ну и, в принципе, вот этот мув с грабблом, насколько сильно он будет толкаться вперед, как йошка, да, это тоже хочется посмотреть в действии. Это просто нужно увидеть, как оно работает. Вот. Ну и небольшие приятные бонусы. То, что крюк теперь кдшится меньше иногда будет. И, собственно, дольше будет крутиться чуть-чуть тоже, пока разгоняется. Сомбра. Понерфлена. Минус 10 демэджа с вируса. И минус 20 под хаком получается. Сосать плюс лежать. Никакого демэджа. Никакого фана. Никакой сомбра меты. Сомбра тебе хватит. Давай в помойку обратно-назад. Ожидаемо? Ожидаемо. Ты думаешь, это первый нерф в сомбре, который я вижу? Да нет. Постоянно. По кд просто. Персонаж стал плюс-минус живым. Что-то может. Сливайте его. Быстро сливайте его. Любой нерф. Вирус. Основная билка. Хорошо. Сливаем. Все. До свидания. Ладно. Понятно. Понятно. Так. Триса. Трису нерфят. Это ожидаемо. Рекол кд на одну секунду больше. Пульс бомба. Бейс прожектайл сайз. Стеклист с 0.2.0.1. Это хорошо. А что? Это же меньше просто стика стало, да? То есть пульс бомбы просто сделали меньше. Ну, супер адекватно то, что Трису в принципе нерфят. Это логично. То, что бомба будет не автостиком, это плюс. Это логично. Это законодательство. Триса и так очень сильно. Я думаю, никто, ни один овервлочер не будет жаловаться, что Трису понерфили. Правильно? Кто-то будет жаловаться. Ну, Триса им бабула. С этим все согласны. Поэтому я не знаю. Как будто бы закономерно, естественно, и так должно быть. Так. Вентура, ребят. Моя ставка была на то, когда я поиграл Вентуру, что ее будут особо не сильно менять. Как будто бы, в моем понимании, она была середняком чуть выше среднего. Что здесь мы имеем, получается? Импарт дэмэдж декресс на 20, но дэмэдж вверх тайм увеличен. То есть это небольшой нерв. Такой маленький-маленький нерв. Потому что импарт дэмэдж намного более ценный, чем дэмэдж вверх тайм. Очевидно. Дота тикает за время. Импарт моментально. В общем-то, дрифт чутка реворкнули. Клобер. Так. То же самое. Импарт дэмэдж уменьшен. Дэмэдж вверх тайм увеличен. То есть это милишка, если я не ошибаюсь. Клобер, по-моему, милишка ее. То же самое. Слайт ли нервд. Немножко. И вертикал кнопбэк декресс на 30%. Ульта у нее теперь меньше подкидывает вверх. Я что-то не помню, чтобы она сильно подкидывала, если честно. Как будто бы... Короче, ее реально почти не поменяли. Немного понерфили, получается, да? Угу. Переделали немножко распределения урона. На некоторых обилках, да, это... Ну, окей. Короче, Вентура почти такая же, как и была. Плюс-минус. Ну, дамаги поменьше, конечно, будет. Потому что до этого она импактила очень сильно, реально. То есть вот комбинация ее ПКМ, милишка, ЛКМ. Там вообще дэмэджа слишком много было. То, что они делают его дотой, это, в принципе, правильно. Потому что как будто бы чуть-чуть перебор. А так, в принципе, она... Почти как и была. Иуари. Праймари, Файр, Рекавери. Я вот... Дико ненавижу... Вот это то, что меня бесит больше всего в Близзах. То, что они меняют такие параметры, как Рекавери. Ружья. У персонажа типа Илари. Которая снайпер, у которой реально одна обилка. Я привык к старому рейту. Вы его поменяли. Мне нужно было привыкать к новому. И вы опять его меняете. Я вот... Я не знаю, зачем я это делаю. Вот мое имхо, что нельзя персонажу менять такую обилку. Как частота стрельбы. Ну, ты же интуитивно привыкаешь к нему. Ты же играешь на персонажа месяц, два, три, полгода. А потом они берут и меняют. И снова привыкать к таймингам. Ну, мне очень неприятно. Я не знаю. То есть, они как бы... Это же у него понерфили поучасше. Да? Рекавери тайминг инкрист. Восстанавливается дольше. То есть, они, похоже, вернули старый темп, мне кажется. Да? Я не помню, сколько был старый темп. Но наверняка это был он. Но хилл с ПК мы подняли немножко. На десяточку. Ну, мне... Я согласен, что в привыкании ничего такого нет. Но мне просто не нравится. Я просто... Вот лучше бы они дали меньше дэмэджа. Или больше дэмэджа. Но оставили бы рекавери таким же. Чтобы тычка менялась. Или там размер тычки тоже, пожалуйста, можно еще поменять. Люсио. Дэмэй Шпир Проджектайл уменьшена. Наконец-то эту драную лягушку понерфили. Минус два урона с каждого ЛКМа. Так. Ну и ПКМчикам. Это ПКМчик, да? Увеличен на десять. Это ШПКМ Саундвейв. Подожди. Тут мы отнимем, а тут мы добавим. А что за 45 дэмэджа? А куда 45 дэмэджа-то? Это не мало, на самом деле. Это нормально так. Это почти на 30% бафнули уран. Ну, наверное, забыли в прошлом патче увеличение. Я не знаю, наверное. Вот это понимаю. Вот это не понимаю. Вот это понимаю. А вот это нет. Ну, типа, ладно. Окей. Так, баф вивера. Баф вивера номер 3555. Плюс 10 хп на шифт. И пульсация тоже от дерева плюс 15. Ну, это, кстати, вот реально не забыли подтянуть, мне кажется, после выхода патча. Девятого сезона с увеличением хп персонажей нужно было поднимать и дерево тоже, да. Мойра. Дэмэдж пер секонд. Декрист. Декрист. Понерфлина. Понерфлина. Минус 5 урона. Это очень обидно. Очень хороший, комфортный урон был с ПКМа. Прям нереальный кайф. Мне будет очень не хватать этой пятерочки, конечно. Очень не хотелось бы вот это видеть. Вот эта вот дрянь. Кто это положил сюда. Колесенсу бафнули, но селф хилл пер секонд. На хрена это надо, типа, да. Вообще пофигу. Вот на это вообще пофигу. А вот это вот обидно. А вот на это пофигу. А это обидно. Но это нерв. Это точно нерв Мэра. Сучки порезали мою Мэру. По сути порезали только Мэру, да? Люська и порезали, и бафнули. Трясу немножко порезали. Ладно, еще трясу порезали. То есть они порезали трясу, Мэру и Сомбру. Ах вы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.